Добрый день, уважаемые жители деревни Борозда! Как всегда, сообщаю вам последние новости и рассказываю, как у нас обстоят дела. Вот здесь я сделала такой маленький конспект ваших вопросов. Сейчас, если можно, я пройду на свою территорию, поскольку очень неудобно снимать и читать бумажку, очень сильный ветер. А пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо за помидоры и молодые кабачки. Новость такая. Кто подписан на сайт Добродел, еженедельно или ежемесячно получают отчет о выполненных или невыполненных работах. Вчера я получила отчет, так как я подписана на Добродел. Что касается деревни Борозда, там очень много было обращений, и Клин 9. Пожалуйста, кому интересно, зайдите на сайт и посмотрите обращение. Значит, было сообщение номер 90-74-268. Срок решения до 17.08.2023 года. Это все, ребята, по дороге деревни Борозда. Да, ремонт. Сообщение номер 90-55-71. Срок решения до 25.08.2023 года. Также были там отчеты по старым заявкам. То, что нам зимой, да, обещали, ну все знают, чистили или не чистили, налить. Да, нас сложно обмануть, так как мы здесь живем. Значит, эти два ответа подписаны Кондратьевым Владимиром Владимировичем. Что я хочу сказать. Все помнят, да, когда я ходила к Кондратьеву. Да, я снимала видео, прилагала вам документы. Всем раздавала желающим копии учетной карточки, копии ответов. Пользуясь случаем, хочу сказать. Уважаемый Владимир Владимирович Кондратьев. Вы меня очень хорошо знаете, так же, как и знаете нашу деревню Борозда. От вас мы так и не получили. Посмотрите, пожалуйста, учетную карточку. Все вопросы, которые там были. Также посмотрите сроки. Посмотрите ответы, которые вы нам дали, что вы нас будете информировать позже. Как говорится, обещанного ждут три года. Три года прошло. Ничего не сделано. Поэтому, уважаемый Владимир Владимирович, если нужно, вы прекрасно знаете, где я живу, мой адрес, мой номер телефона. Можете со мной связаться. Я вам напомню, пришлю документы, которые получила официально от администрации. Дальше, что касается дороги. Нашим вопросом занимаются очень многие люди. Но давайте, уважаемые жители деревни Борозда, не забывать, что огромный, существенный вклад в решение наших проблем с 2013 года, потом в 2014 году, когда был еще губернатор Воробьев Андрей Юрьевич. Позже была инаугурация, и он стал губернатором. Он уже в 2014 году, будучи еще только временным исполнителем, решал наши проблемы. Так что проблема с дорогой никуда не ушла, так же, как и уличное освещение, пассажирское сообщение, детская площадка. Все, что мы с вами озвучивали, да, на открытом заседании, кто помнит, да, который вел Каплун Эдуард Юрьевич, должна была вести его Сокольская. В последний момент у нее оказались срочные дела, она перепоручила это Каплуну. Было огромное, большое заседание, от каждой части деревни были представители, как люди преклонного возраста, многодетные, народу было много. Были все представители ритуальной службы, вывоз мусора, дорога, в общем, все, кто может быть. Совещание было просто замечательно. Андрей, ой, пользуясь случаем, Каплуну Эдуарду Юрьевичу передаю большое спасибо и привет. Очень хорошо он решил совместно с жителями, согласовывая на каждом этапе, где нам установить дополнительные мусорные контейнеры. Вывоз мусора у нас налажен замечательно. Что еще касается новой новости, это благодаря новой программе Андрея Юрьевича Воробьева и его команде упрощенное вступление в населенный пункт. Будем надеяться, что, возможно, в скором времени наша большая семья под названием Деревня Борозда расширится. К нам присоединятся члены СНТ Ольховка-2, которые, как вы знаете, находятся внутри Деревни Борозда, с трех сторон граничит. И адрес у них Деревня Борозда, СНТ Ольховка-2. Поэтому ждем и радостно принимаем в нашу дружную семью. Дальше, что я хочу сказать, обязательно изучите вот эти вопросы на Доброделе. Дальше встреча, обещанная с госпожой Сокольской и с Никитином, который сейчас кандидат в губернаторы. А ныне депутат Московской городской думы, который тоже подключился к нашему вопросу дорога и уличное освещение. Вам я, как говорится, информацию скажу уже, когда она поступит. Вы знаете, новая, свежая и сто процентов не то, что, как получилось, нам обещали. Мы собрались и в последний момент, да, ну, конечно, заранее нас предупредили, но это не заранее, когда за час, за два, потому что многие отпрашиваются с работы, многие оставляют с кем-то детей, с соседями, с родственниками и бегут. Поэтому все новости я вам буду сообщать, как всегда, горящие. Так что еще раз вас люблю, горячо целую, всегда ваше.